Лётчик, врач, балерина или кинозвезда. Каждый ребёнок хоть раз представлял, кем хочет стать, когда вырастет. Но когда наступает взрослая жизнь, всё оказывается не так-то просто. К счастью, Бобруйские колледжи решили проблему. Торгово-экономически прямо на мастер-классе помогает абитуриентам погрузиться в профессию и сделать свой выбор осознанно. Каждый официант должен уметь правильно сервировать стол. Сначала выставляют тарелки. Вилки слева, ножи справа. Между приборами обязательно полсантиметра. Затем фужеры, бокалы и лишь в самом конце салфетка. Предлагают здесь такие специальности, как продавец, повар и кондитер. Отбор проходит по конкурсу среднего балла. Приём документов начнётся уже с 15 июня. Для тех, кто готов продолжить обучение, есть возможность получить диплом товароведа. В целом же колледж создаёт все условия, чтобы учащиеся развивались в любой полюбившейся им сфере. От конкурсов профессионального мастерства до тематических дней. Поскольку мне показали, как правильно держать нож, руки, как правильно двигать рукой, я думаю, вау, ничего себе. Тем временем аграрно-экономический возобновляет обучение на техника-сантехника. Сейчас предприятия города имеют потребность в таких специалистах. На выбор абитуриентам также бухгалтер, строитель и программист. Поступать можно как после 9, так и 11 классов. Плюс иногородним ребятам предоставляют общежитие недалеко от колледжа. Подать документы можно с 20 июля. Все, кто закончили колледж, имеют возможность поступить на сокращенную форму получения образования в высшее учебное заведение. В любые по родственной специальности. У нас множество секций, множество кружков, творческих объединений. Поэтому ребята очень активно занимаются спортом, в вокальных группах, в танцевальных коллективах. Колледж Ларина обучает на изготовителя изделий из керамики, резчика по дереву и бересте, художественного оформителя, столера, техника-технолога и даже воспитателя детского сада. Программу внедряют современные методы, а на выходе получаются специалисты широкого профиля с актуальным набором навыков. Учили, с чем связаны некоторые реакции детей, которые раньше не были понятны. После того, как прошел курс психологии, это уже оправдано. То есть мы понимаем, чем это вызвано, как с этим работать и какие меры предпринять для того, чтобы этого не происходило. До конца учебного года остаются считанные дни. Уже 30 мая прозвенит последний звонок. «Прощай, школа», – скажут почти тысячи 11-ти классников города. Торжество начнется в 14 часов на Площади Победы. Ребят поздравят творческие коллективы. После традиционная праздничная колонна прошествует до Площади Ленина. А уже 10 июня по всей стране пройдут выпускные вечера. 150 тысяч мальчиков и девочек встретят свой самый важный рассвет.